Всем привет! В эфире Неверновости, а в студии Елизавета Газизянова. Со старта приемной кампании прошло 26 дней. На 16 июля число поданных заявлений на бюджет в Казанский федеральный университет составляет 1778 заявлений, а вне бюджета 1127. Лидерами по поданным документам стали Институт международных отношений, истории и востоковедения, Институт управления экономики и финансов и Институт филологии и межкультурной коммуникации. Напомним, что подать свои заявления вы сможете на онлайн-платформе «Буду студентом», на сайте госуслуги, а также придя лично во второе высотное здание Казанского университета по адресу Кремлевская, 35. Приходи, мы ждем именно тебя. 13 июля в Казанском федеральном университете после капитального ремонта состоялось открытие общежития номер 4 студенческого городка. Какие изменения претерпело здание и что об этом думают сами студенты, об этом и не только в следующем сюжете. Почетные гости, которые сами не понаслышке знают, что такое студенческая жизнь и общежитие. Заместитель премьер-министра республики Татарстан Лейла Фазлеева и ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин осмотрели обновленные общежития и оценили комфортные условия для студентов. Гостям были продемонстрированы административная, учебная и жилая зоны, места общего пользования, кухни, душевые, гладильные комнаты и многое другое. Отметим, что над дизайном трудилась целая команда специалистов из Института дизайна и пространственных искусств. Общежитие прекрасно тем, что в нем новый стандарт, новый ремонт, но оно прекрасно прежде всего теми ребятами, которых мы встретили. Тех, кто уже заселился, тех, кто планирует заселиться, тех, кто планирует сюда прийти, потому что здесь есть зоны для общения, комнаты для времяпрепровождения. И посмотрите, какое большое количество идей рождает вот такие новые стены. И нужно сказать, что инфраструктура – это всегда очень важно, но любую инфраструктуру насыщают, возрождают к жизни именно люди. Мы хотим именно для ребят создать очень комфортные условия, потому что время пробывания и вообще время учебы – это, наверное, самые запоминающиеся годы. И они должны, я думаю, что вот эту частичку тепла, альмаматора и вот этого родного чего-то такого пронести через всю свою жизнь. Я сам здесь жил, и поэтому мне это очень близко и понятно. В здании были полностью заменены инженерная система, система электроснабжения и отопления. Также были отремонтированы кухни, санузлы и комнаты, в каждую из которых провели интернет. В целях безопасности были установлены система видеонаблюдения и обновленная система пожарной сигнализации. На каждом этаже организованы по четыре душевых комнаты. Для организации досуга учащихся предусмотрены актовый зал и каворкинг. В целом здание общежития общей площадью 7805 квадратных метров рассчитано на 695 койко-мест. Это 231 жилая комната. У нас до этого были металлические кровати, они были очень высокие. Сейчас вот новые матрасы, очень удобно стало с уголочком, получается, более закрытое пространство, как бы изолированное получилось. Потому что мы живем все вместе, и хочется немножко уединения. Новые комоды у нас появились, то есть расширилось пространство для хранения, шкафы стали выше, даже появился ящичек для хранения посуды. И плюс ящички на кухне появились. Кухня вообще-то что-то с чем-то потрясающее. Там комфорки стали классные, вытяжка появилась у нас. Напомним, что с 1 июля идет переселение студентов в дома 15, 16 и 17 в деревню-универсиады, где также завершились ремонтные работы. В ближайшее время ожидается переселение студентов в общежитие номер 4 студенческого городка, где уже закончился ремонт. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов. Универ Новости. Федеральный проект «Летний университет» в самом разгаре. Для гостей солнечной столицы Татарстана уже провели множество образовательных и культурно-массовых мероприятий. Подробнее обо всем расскажем далее. С 16 июля в информационном агентстве ТатМедиа прошла пресс-конференция, посвященная реализации в Казанском федеральном университете федерального проекта Министерства науки и высшего образования России «Летний университет-2024». В рамках этой конференции с журналистами встретился проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев, профессорско-преподавательский состав Института филологии и межкультурной коммуникации и участники проекта «Летний университет», который проходит программу по треку «Язык, культура, творчество». Мы имели возможность показать нашим ребятам, которые приехали на «Летний университет», на трек, связанный с языком, с культурой, с творчеством, о том, как работают средства массовой информации в нашей республике. У них была отдельная экскурсия по ТатМеде, они поговорили с теми журналистами, которые работают в издательствах, которые расположены в здании ТатМеде. Я думаю, это действительно очень важно, потому что сама задача в рамках «Летнего университета» – это не просто организовать шесть образовательных треков, чтобы ребята чему-то научились. Здесь важно еще показать тот регион, тот город, куда они приезжают, и показать то, как они могут здесь учиться, и как связать свое, на самом деле, профессиональное будущее с Российской Федерацией. Как отметил проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев, данный проект направлен на знакомство молодежи с образованием в республике. Далее для гостей выступили представители Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета. Лилия Сатарова, старший преподаватель кафедры татаристики и культуроведения, и Гульнас Ижбаева, заместитель директора Института по образовательной деятельности. Они рассказали о том, как устроено образование в Институте, а также рассказали о направлениях профессиональной подготовки. После этого для ответного слова были приглашены участники проекта, которые поделились своими впечатлениями об образовательной и культурной программах. Мы получаем очень много знаний по поводу наших специальностей. Правда, моя специальность была Буанцский учет, но из-за интереса страны я выбрал трек язык культуры. Плюс летнего университета в том, что мы знакомимся с разными народами, людьми, культурами разных стран. Лично я узнал тут очень много людей, друзей. Я очень рад, что я с ними вместе учусь. Мне здесь очень нравится, и я правда не ожидала такой атмосферы, такой дружелюбной. С очень многими людьми мы познакомились здесь. Мы также находимся с ребятами из наших стран. И как-то легче так адаптироваться здесь. Здесь очень уютно, здесь очень красиво. Все нравится. В этом году участие в проекте принимают 400 студентов из 13 стран мира. Абхазии, Азербайджана, Республики Беларусь, Южной Африки, Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно, России. За прошедшую неделю проекты ребята уже посетили множество общих тематических вечеров. Например, Global Vigil, где команды представляли свои страны, рассказывали об их традициях, музыке, знакомили с особенностями кухни. Далее прошел национальный татарский праздник Сабантуй, где участники окунулись в историю Татарстана, отведали национальные блюда и, конечно, сами попробовали пройти испытания этого задорного праздника. На этом фестивале мы хотели бы рассказать про нашу культуру, наши обычаи, а также мы пришли с национальной одеждой и национальной едой. Мы познакомились с представителями Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, а также других близлежащих государств. Всего на проекте представлено шесть треков – искусственный интеллект и информационные технологии, технологии будущего физика и инженерия, язык, культура, творчество, архитектура, дизайн, урбанизм, программа бизнес-аналитики на английском языке и программа организации BRICS. В рамках этих направлений были проведены образовательные программы, где участники разрабатывают свои проекты. Отметим, что важной частью нетворкинг-сессии является не только теоретическая подготовка, но и отработка полученных знаний на практике. Я нашла этот проект совсем случайно из-за своего вуза, где я учусь, это Академия управления при президенте Республики Беларусь. Мне пригодилась программа, мне очень привлекает искусственный интеллект, мне понравилось, как-то все организовано, как выглядит общежитие, как нас вообще приятно принимать будут, и все оправдалось. Мы уже с ребятами обсуждали VR-очки, что это можно внедрить в обучение студентов, как электронный дневник, то бишь вы заходите в универ, сразу надеваете эти очки, возможно, там встроена уже программа, и вы сами себе выбираете трек, сами себе выбираете расписание, и мы хотим это все как-то внедрить и попробовать. Вообще, как это будет работать? Напомним, что проект «Летний университет» реализуется Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства науки и Высшего образования Российской Федерации и Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр». В ближайшие дни гостей ожидает экскурсионная программа по Республике Татарстан, включая остров Град-Свияжск и планетарий Казанского федерального университета. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Тимур Таваров. Универновости. Залог качественного отдыха – тщательная подготовка к нему. Часто на радостях мы наполняем наши чемоданы летней одеждой, купальниками и пляжными полотенцами, совсем забывая о таком важном предмете первой необходимости, как аптечка. Как вы можете спасти себе жизнь, какие средства и медикаменты брать в отпуск, расскажет наш эксперт. В сезон летних отпусков врачи настоятельно рекомендуют туристам собрать аптечку. Во-первых, это поможет вам справиться с недомоганиями и травмами, не прибегая к помощи специалиста. Во-вторых, это может сэкономить вам время и деньги, особенно если вы находитесь вдали от медицинских учреждений. Первый шаг – собрать лекарства, необходимые для лечения ваших хронических заболеваний. Также возьмите с собой обезболивающие, жаропонижающие средства от диареи и аллергии. Не забудьте о предметах для оказания первой помощи, таких как бинты, антисептики и пластыри. Эти предметы помогут оказать вам или вашим близким первую помощь при порезах, ушибах и вывихах. Также положите в аптечку солнцезащитный крем, средства от укусов насекомых и антибактериальный гель для рук. В первую очередь, так как у нас летнее время, летний период, нужно позаботиться о коже и защите от солнца. То есть это SPF-крема, это могут быть спреи любые с максимальной SPF-защитой. Также это молочко после загара. Можно с собой брать, не дай бог, чтобы не было солнечных ожогов, бипантен, пантенол для обработки кожи. Конечно же, не только в аптечке должно быть что-то, но и на голове. Поэтому берегите в первую очередь голову, чтобы не было солнечных ударов. Но в случае солнечных ударов это с собой жаропонужающие препараты, парацетамол, бипрофен, дурафен, парацетамол. Также, так как люди едут в какие-то отдаленные от России места, должны быть противоаллигические препараты. Это супрастин, лортадин. Конечно, должны учитываться индивидуальная непереносимость человека. Поэтому перед тем, как с собой что-то набирать в аптечку, нужно понимать, на что у вас есть аллергия, какие непереносимости каких препаратов есть. Если это дети, то лучше ознакомиться сначала с аннотацией, инструкцией, с какого возраста можно такой или иной препарат. Подбирая лекарства и медицинские средства, следует обратить внимание не только на их разнообразие, но и проверить срок годности и герметичность упаковок. При повреждении упаковки препарата его безопасность и эффективность ставятся под сомнение. В таких случаях рекомендуется обратиться к фармацевту для консультации о дальнейшем использовании лекарства. Если летите за границу, очень важно узнать список препаратов, которые запрещено возить на территорию конкретной страны. Также рекомендуется иметь при себе рецепт на все препараты, которые вы возите с собой. Он поможет вам легализовать наличие лекарств при необходимости и избежать неприятных ситуаций на границе. Всегда, если у человека есть какие-либо хронические заболевания, всегда все свои препараты нужно с собой брать. А возрастным пациентам рекомендуется брать препараты и от повышения артериального давления. И все-таки, если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, то все-таки тонометр какой-нибудь переходной с собой нужно брать. Можно еще лучше защитить себя от неприятных обстоятельств, оформив медицинскую страховку перед поездкой. Она может включать оплату врачебных осмотров, госпитализацию, экстренную медицинскую эвакуацию и даже репатриацию в случае серьезных происшествий. Сохраняйте чеки и квитанции на все медицинские расходы, чтобы потом предъявить их страховой компании. Резидака Римова, Тимур Ахметов, Универ Новости. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» состоялась торжественная церемония закрытия профильной смены «Вместе целая страна» для детей из Луганской Народной Республики. Проект «Университетские смены» реализуется на базе Елабужского института КФУ уже в третий раз и направлен на знакомство ребят с историей и культурными традициями Татарстана, а также образовательной инфраструктурой Казанского федерального университета. В рамках смены гости из Луганской Народной Республики побывали в Елабуге и посетили несколько местных музеев, приняли участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и арабской каллиграфии. В Елабужском институте КФУ ребят ожидала экскурсия по музейному комплексу вуза, после чего они побеседовали с ответственным секретарем приемной комиссии Олесей Ошкиной, которая рассказала об образовательных направлениях, реализуемых в институте, и о том, как проходит учебный процесс. Одним из ярких моментов смены стал национальный татарский праздник Сабантуй, который состоялся на площадке лагеря Буревестник. Ребята смогли принять участие в традиционных играх и соревнованиях на ловкость, выучили множество татарских слов, а на обед полакомились чак-чаком и татарскими треугольниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова